Я спрошу это, может быть, немного грубо, но я не очень понимаю, почему Творец не создал более практичный мир. Ты просто так спрашиваешь? Нет, почему? Я просто не понимаю, почему есть такие люди, у которых нет точки в сердце, нет этой возможности выбрать и сделать что-то в этом мире. Ты что, им завидуешь? Я не понимаю. Если ты их спросишь, они тебе не скажут, что им чего-то недостаёт в жизни. Ты понимаешь, что человек действует, исходя из собственного желания. Почему Творец устроил так, что есть люди, в этом мире, у которых нет этой точки? И это ведь, по сути, единственное, что есть у человека, чем он может заниматься, вот этот выбор, эта работа. А есть люди, у которых просто нет этого. Это невозможно понять, насколько это всё находится в совершенстве и насколько это необходимо. Мы в нашем мире, когда видим разбиение, мы видим разбитый сосуд. Когда ты видишь разбитый сосуд, ты кричишь, почему разбилось, почему они не связаны, эти части, почему больше, почему меньше, потому что ты не видишь, что это всё восполняет друг друга, все части. Ну, не видишь ты, что тут поделаешь? И Творец не создавал этого состояния. Твоя претензия совершенно не верна. Он не сотворял это. Он сотворил одно единое клей и дал нам почувствовать, что мы разбиты, разрознены. Это только относительно нашего ощущения, нашего постижения. Мы разбиты. На самом деле мы не разбиты. Мы мальхот бесконечности. Совершенство. Для того, чтобы почувствовать и понять это совершенство, находиться в нём, приобрести его, чтобы оно стало нами. Для этого мы чувствуем сейчас себя обратными. Ещё и не чувствуем себя пока обратными. Мы должны это тоже постичь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова